Привет! Сегодня хотим приготовить ленивую селёдку под шубой. Итак, что у нас есть? Я уже купила готовое филе, сама не разделала селёдку, но ленивая же всё-таки, как-никак. Вот такие два куска. Дальше я наварила свёклы, морковки, картошки, всё как обычно, и вот луковица у меня есть. Мы берём картошку, нарезаем её кубиками. Да-да, вы не ослышались, не натираем на тёрке, а нарезаем кубиками. Овощи варила совершенно как обычно, в воде, можно запечь в духовке. Я варила классическим, обычным способом. Вот она уже у меня остывшая, всё хорошее. Нарезаем кубиком, небольшим. Прям так, хресь-хресь-хресь-хресь-хресь-хресь-хресь-хресь-хресь-хресь. В какую-то ёмкость побольше. Так, вторую тоже самое. И тоже нарезаем. Сюда же. Так, теперь нарежем морковку и посмотрим по количеству. Отлично. Тут у нас были человечки, если вы не заметили. Ха-ха. Примерно должно быть одинаковое количество. Ну, там плюс-минус. Лениться так лениться. И режу ещё одну картошку. Ну, то есть, три у меня получилось средней картошки. Вот, буквально за одну-две минуты я всё это истругала. Теперь я делаю такое дело. Беру майонез. И прям сюда. Прям не жалею. Вот так вот добавляю. Ну, чтобы вся картошка была, и вся морковка была хорошо промешана в майонезе. И перемешиваем. Если не сделать так, то потом, ну, слой может получиться очень толстым. И, ну, не везде майонез проникнет. Припитается, может получиться суховато. Мне так не нравится. Так у нас, видите, каждый кусочек майонезики. Всё так уже отличненько. Если любите соль, то можно чуть-чуть подсолить картошку. Ну, я не солю. Потому что здесь солёный майонез и селёдка же всё-таки солёная. Всё, этот у нас готов. Просто отставляем в сторону. Дальше у нас что? Нам нужно измельчить луковицу мелко. Я, наверное, сделаю половинку, может быть, ещё четвертиночку потом возьму. Меленько. Хотя иногда делают полукольцами даже. Ну, сегодня у меня так. Просто берём филе, вроде костей тут совсем нету, нарезаем кубиками. Если где-то попадаются, конечно же, убираем. Попробуем. Ничего, нормально. Хорошая. У нас с укропчиком она. Иногда какие-то мелкие попадаются косточки, но это не так страшно. Уберём, да и всё. Теперь вот в эту же тарелку, здесь вот просто лежала селёдка. Видите, у нас есть немножко масла, поэтому никакого масла больше мы ничего не добавляем. Она была уже в масле. Вместе с луком вот так. Хоп, и прекрасно. Перемешиваем с луком. Вот чудесно. В принципе, уже можно есть садиться. Но мы делаем ленивую селёдку под шубой, поэтому продолжаем. Держим себя в руках и продолжаем. Так, всё, практически финальный этап у нас. Практически всё мы сделали. Теперь берём блюдо, в котором уже у нас будет салат, который мы будем подавать. И на это блюдо, вот так вот бесцеремонно, прям по-ленивому, и кладываем селёдку с луком. Распределяем. О, прекрасно. Что может быть лучше? Можно сделать в форме какой-то рыбки, но это не для тех, кто делает ленивую селёдку. Так, теперь берём нашу вот эту вот картошку. Немножко бодрит, вот она призабыла. Залежалась. И вот так вот аккуратно, равномерным слоем, чтобы хватило на всю селёдку. Перекладываем. Не пугайтесь, что этот слой может показаться толстоватым. Не забывайте, что здесь и картошка, и морковка. И к тому же, они кубиками. Поэтому обычно у нас натерто, и кажется, что они меньше занимают место. А здесь у нас кубички. Вот. Всё так и должно быть. Сейчас делаем просто равномерно, чтобы всё везде было одинаково. Ну, хотя бы примерно. Теперь берём свёклу. Тоже пока не знаю, две сделаю или две с половиной. И точно так же нарезаем кубиком. Если вы хотите придать ей, как бы, сверху классический вид, а внутри, как бы, всех удивить, то можно сверху сделать её на тёрке. Но я всё-таки решила, кубики везде. И немножко вкус будет другой, потому что натертые овощи и овощи, ну, такие вот, порезанные, они как-то, ну, по-другому. Так, тарелку. Можно использовать ту, в которой была картошка, но я уж устала. То же самое. Берём майонез. И вот так, вот так, вот так, вот так, ложечкой. Перемешиваем, чтобы каждый у нас кусочек был в майонезике. За счёт того, что мы перемешали вот это всё заранее в майонезе, конечно, лучше всё-таки дать настояться этому салатику немножечко, но всё равно он уже более перемешанный, такой майонез проник во все слои. И, если сильно хочется, можно есть сразу. Так, и теперь, смелым движением руки, прям вот так вываливаем свёклу картошки. Всё, считай, всё готово. Ровненько распределяем. Красота! Да, ну, посмотрите, выглядит совершенно как новый салат. А на самом деле, наша любимая селёдочка под шубой. Под ленивой шубой. Посмотрите, как здорово, красиво получилось. Вот, теперь сверху свёклу всё сделали, аккуратненько подправили. Теперь тоненьким... Ой. Тоненьким слоем. Майонезико. О, посмотрите, как выглядит. Взяли укропчик. Ну, конечно, лучше помыть, хоть мы и ленивые хозяйки, но не настолько. Помыли, руками прям подрали. И, например, выложили. По-моему, великолеп. Что может быть лучше? О, за 15 минут у нас готов салат под шубой ленивой с ёлочкой. Приятного аппетита! Вот такая у нас сегодня получилась ленивая красота. Ну, посмотрите, ну, кто скажет, что это ленивая? Да никто, это вообще. Весь день хозяйка старалась. Приятного аппетита!